Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных событиях Чувашии. Расскажу вам я, Татьяна Трофимова и корреспондента национального телевидения Чувашии. Смотрите выпуски. Сегодня наградили победителей Республики. Республиканского грантового конкурса «Умники» диплома молодым и талантливым вручил в Рео главы Чувашской республики. Всего на конкурс было подано 150 проектов. Из 19 лучших фонд содействия инновациям выбрал 9. Цена каждого 500 тысяч рублей. Их молодые люди потратят на воплощение своего проекта в жизнь. Например, нам нужно в каком-то объекте увеличить подачу хлора. Мы открываем задвижку на определенный градус и у нас поток хлора течет по трубам и в определенном отношении, в пропорции смешивается и мы получаем какой-нибудь элемент. И всеми этими потоками управляет электропривод, который посажен на трубопроводную арматуру. Задача властей – всячески поддерживать инновационные идеи и доводить их до реализации. Наш интерес – это продвинуть ту продукцию, которая возможна в итоге реализации этого проекта, как продукт продвижения прежде всего на существующие рынки. А если это вопросы импортозамещения, если это вопросы подъема качества производимой продукции и организации производственного процесса на новые стандарты и на новые, это, конечно же, здорово. Поэтому мы будем делать все, чтобы поддержать каждую комплектацию. Инновационные технологии активно развивают на многих предприятиях республики. Научно-производственное предприятие «Каскад» создает автоматизированные системы, которыми можно управлять удаленно с компьютера или с мобильного телефона. Мы стараемся строить систему таким образом, чтобы они работали по принципу дверной ручки, чтобы даже безо всякой документации человека, который работает за компьютером, было понятно, что к чему относится. Потому что если система будет сложна, как и вертолет при запуске, это будет катастрофа. Умы нынче в цене. Вопросы поддержки малых инновационных компаний обсудили на совещании. Как выяснилось, многие идеи, которые, как креативно отмечал Федеральный институт развития в области малых инновационных предприятий, почему-то не находили поддержки в программах развития местного бизнеса. Сегодня было принято решение в кратчайшие сроки эту систему имплементировать, вернее, эти решения имплементировать в систему поддержки и развития малых средних предпринимателей Чувашьей Республики, предоставить все возможные формы поддержки и, самое главное, посмотреть на предмет их возможности реализации каждую идею, как мы, в принципе, и ставим задачу перед собой, а здесь инновационные решения. Поэтому соответствующие решения приняты, задачи перед органами власти обозначены, и я буду жестко контролировать, чтобы они реализовывали жизнь. Вкладчикам Чуваш Кредит Промбанка, тем, у кого вклады больше застрахованной суммы, начали возвращать деньги. Сегодня об этом на заседании Кабинета министров сообщил в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Уже полностью сформирован комитет кредиторов. Он будет обеспечивать максимальный возврат активов жителям и предприятиям республики. Агентство по страхованию вкладов, по словам министра финансов Михаила Ноздрякова, уже выплатило более 2,5 миллиардов рублей более чем 11 тысячам вкладчиков и более тысячи малым предприятиям. На сегодняшний день в первую очередь реестра требований кредиторов включено 340 кредиторов с объемом 2,6 миллиардов рублей. Ну и за счет тех средств, которые на сегодняшний день были саккумунированы в конкурсной массе, уже произведена на сегодня выплата 264 кредиторам в общей сумме 1,6 миллиардов рублей. То есть это плюсом к тому, что было выплачено в рамках страховой ответственности. Сейчас остается еще порядка 40 кредиторов, которым необходимо перечислить около 9 миллионов рублей. Напомним, что лицензия у Чувашкредитпромбанка была отозвана 7 ноября прошлого года. Банкротство финансовой организации стало одним из резонансных явлений для региона. В банке хранили средства как физические, так и юридические лица. Предприятия республики и прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство. Ситуацию с выплатами держит на личном контроле в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Для решения вопроса он еще в марте провел встречи с руководством госкорпорации Агентства по страхованию вкладов, которое было назначено конкурсным управляющим. Олег Алексеевич Николаев первых дней после назначения исполняющей обязанностей главы республики активно подключился к решению этой проблемы, наладил активное взаимодействие с конкурсным управляющим, благодаря чему в республике очень быстро были начаты выплаты вкладчикам, физическим лицам и субъектам малопредпринимательства в размере установленной законодательства до 1,4 миллиона рублей. Конечно, пристанное внимание обращалось на интервизацию активов банка и формирование средств для возмещения остальным вкладчикам за счет реализованных активов. И сегодня действительно можно сказать, что около 62% всех вкладов уже выплачено всем, кто имел счета в данном банке. Кабинет министров Чувашии сегодня рассмотрел ряд законопроектов. Изменения внесены в соответствие с требованиями федерального законодательства. Работа так называемых разливаек нарушает общественный порядок. Шум от работы вечерних заведений, расположенных в жилых домах, мешает жителям отдыхать. Жалобы на нарушения регулярно поступали во все ведомства. Минэкономразвитие подготовила проект закона, который запрещает продажу алкогольной продукции в помещениях площадью менее 50 квадратных метров. Кроме того, будет исключена возможность ночной торговли, когда в зале выставляются микроволновые печи и объект превращается в кафе, что позволяет продавать алкоголь круглосуточно, без специального разрешения. В рамках приведенного нами анализа по данным органов местного самоуправления 83 объекта общественного питания сейчас расположено в многоквартирных домах. Это в городах Аллатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары и Шумерле. В муниципальных районах ограничений коснется 25 объектов общественного питания. Законный проект мы предусмотрим переходный период для вступления его в силу этого месяца. Кабинет министров внес изменения в порядок реализации программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих на селе. Предполагается, что теперь можно предоставлять информацию с электронной трудовой книжки. Также утвержден порядок расторжения договоров. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2020 году по этой программе жилищные условия хотят улучшить 37 семей. В строй будет введено более 2000 квадратных метров жилья. Кроме того, увеличивается категория тех, кому полагается возмещение затрат на уплату процентов по сельской ипотеке. Льгота предоставляется работникам предприятий сельхозкой операции. На сегодня в республике льготный сельский ипотечный кредит получили 258 семей. Принято еще 375 заявок. Министры заслужили и государственный доклад о состоянии условий и охраны труда в Чувашской республике в 2019 году. Главный итог – положительная тенденция к снижению уровня производственного травматизма. Если смотреть по Приворскому федеральному округу, по данному указателю, республика в 2019 году разделяет третье и четвертое места Саратовской областью, а по уровню производственного травматизма со смертельным исходом республика занимает второе место после Пензенской области. Хотя число пострадавших от несчастных случаев на производстве увеличилось, но меньше стало тяжелых последствий. Погибших тоже в два раза меньше. Ведомство в текущем году продолжит контроль за соблюдением законодательства об охране труда и будет активнее выявлять и оценивать профессиональные риски. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Соблюдение ограничительных мер в связи с непростой эпидемиологической обстановкой – фактор, способствующий быстрому переходу республики ко второму этапу. В Новочебоксарске постоянно проводят рейды по проверке соблюдения мер безопасности. Сегодня мобильная группа администрации города совместно с представителями правоохранительных органов проинспектировала объекты розничной торговли. Универсам «Пятерочка», пекарню и аптеку по улице Винокурово, гипермаркет «Магнит» и салон красоты по улице строителей. На каждой из этих точек группа проверила наличие журналов термометрии, их заполнение, соблюдение дистанции и обозначение разметок на полу. По правилам в торговых точках и в местах по оказанию услуг должны быть коврики, пропитанные антисептическим раствором, а также специальные средства для обработки рук посетителей. Данное правило соблюдается во всех проверенных торговых объектах. В городе до особого распоряжения приостановлена деятельность объектов физической культуры и спорта. В ходе осмотра фитнес-центра по улице строителей нарушений тоже не было выявлено. Будем продолжать эти рейды. Считаем, что это важная работа, нельзя ее ослаблять. Поскольку, если мы заметили, как только ослабишь рейды, вот один день, может быть, поменьше групп выйдет, то уже немножко расслабляются предприниматели. Но в основном они относятся тоже с пониманием. Мы предупреждаем их, что штрафы будут наложены как на граждан, так и на самих руководителей предприятий, на индивидуальных предпринимателей. Безусловно, им эти штрафы не нужны. Завтра состоится заседание оперативного штаба, который и примет решение о возможности перехода ко второму этапу снятия ограничений. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика. Как обеспечить безопасность, качество и доступность транспортных услуг в Республике? Об этом говорили сегодня на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. В повестке дня также итоги работы профильных ведомств, что, впрочем, вполне объяснимо. Выполнение задач, обозначенных комплексной программе развития Республики на ближайшую пятилетку, требует координации усилий всех заинтересованных сторон. Это формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для маломобильных групп населения и жителей Республики. В целом, безопасных, качественных, комфортных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чувашской Республики, улучшению экологической обстановки в регионе. Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований техническому уровню транспорта, эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработкой применения этих целей новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов системы организации движения, отвечающих современным требованиям. Это очень важная и ответственная работа. Обновленное дорожное хозяйство, полагают специалисты, может сыграть роль локомотива в развитии экономики в целом. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Пожалуй, никого не оставляет равнодушным сумма, которая ежемесячно уходит на оплату коммунальных услуг. Тарифы меняются два раза в год, обычно в сторону увеличения. В этом июле одно изменение. Услуги по вывозу мусора для жителей Чувашии останутся почти на прежнем уровне. Почему это стало возможным, смотрите далее. О недопустимости поднятия тарифов на вывоз ТКО в непростое для жителей Республики время говорил на одном из совещаний в Рио главы Чувашии. Напомним, с июля они должны были подняться на 20%. Управление Федеральной антимонопольной службы выписало Минструю Чувашии предупреждение, в котором говорилось о необходимости перерасчета тарифов. В итоге специалисты изменили систему расчета. За основу теперь принимается не вес в тоннах, а объем мусора. Плата граждан для городского населения составила 62 рубля 76 копеек, что на 39 копеек ниже по сравнению с первым полугодием текущего года. Для сельской местности плата составила 50 рублей 2 копейки. Это у нас в незначительном увеличении прошло на 2 рубля 46 копеек. Стоимость коммунальной услуги снизилась и для юридических лиц. Более чем в два раза меньше будут платить за обращение с ТКО медицинские организации. Если бы не был принят новый тариф, произошло бы повышение на 20,8% всей платы населения и юридических лиц. Хочу напомнить, что в начале года произошло снижение на 16,7%. После того, как исходя из средней плотности тарифная служба приняла единый тариф в кубах, у нас уменьшилось количество операций. То есть мы просто берем тариф в кубах и умножаем на норматив в кубах. Решение об изменении тарифа вступило в силу 20 июля. Региональный оператор имел полное право уже в этом месяце применить двойной тариф. Сначала посчитать в тоннах, а потом в кубических метрах. Но учитывая, что стоимость коммунальных услуг – социально важный вопрос, решили, что новые суммы будут в наших расчетках уже с 1 июля. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. На брифинге в госслужбе по тарифам сообщили, что с 1 августа для жителей Чувашии повысится цена на газ. Стоимость кубометра составит 5 рублей 88 копеек. Рост по данным госслужбы на 16 копеек или 2,8%. Центральная избирательная комиссия Чувашии начала принимать документы на регистрацию от кандидатов на должность главы Чувашии. Первыми пришли самовыдвиженец в Рио главы Республики Олег Николаев и кандидат от регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Матвеев. По закону о выборах кандидаты, изъявившие желание баллотироваться на пост главы Чувашии, должны представить в ЦИК Республики подписи в свою поддержку от депутатов органов местного самоуправления. Для того, чтобы создать выдвиженцам равные условия, при прохождении муниципального фильтра Совет муниципальных образований по предложению в Рио главы Чувашии Олега Николаева составил график встреч и взял на себя их организацию. Благодаря предоставленным площадкам в нашей республике мы объездили 25 площадок, где мы общались с депутатами и рассказывали, делились проблемами определенных кругов и заручились поддержкой депутатов. На мой взгляд, это очень интересный положительный опыт. И по информации, которая доходит к нам из других регионов, очень здорово к нему отнеслись и пытаются перенять этот опыт Чувашии. Как самовыдвиженец, Олег Николаев должен представить и 4,5 тысячи подписей от жителей Чувашии. В итоге их набралось в два с лишним раза больше. Причем люди до сих пор обращаются в народные штабы кандидата и на портал госуслуг. Помимо подписных листов, кандидатам необходимо представить в ЦИК комплект других документов, в том числе и список из трех кандидатур представителей Чувашии в Совет Федерации. В течение 10 дней наши рабочие группы эти все документы будут проверять, направлять соответствующие запросы в компетентные органы. И после проверки ЦИК Чувашии должна принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации того или иного кандидата. Я думаю, что мы уложимся в установленные законные сроки. И в течение 10 дней, до 3 августа, все необходимые решения будут приняты. С момента регистрации все выдвиженцы становятся кандидатами. Для них начинается агитационная кампания. И Олег Николаев, и Сергей Матвеев намерены участвовать в дебатах, которые пройдут в эфирах местных СМИ. В дебатах обязательно нужно участвовать. Это как бы даже нужная процедура. То есть даже исполняющий обязанности готов участвовать. Так мы, кандидаты, с удовольствием примем участие в дебатах и покажем себя во всей красе. Убежден, что вот такая положительная практика общения с избирателями у нас продолжится. И мы сумеем пройти всю избирательную кампанию в такой достаточно конкурентной, в такой конструктивной дискуссии с тем, чтобы все могли представить свои программы видения развития республики. И со своей стороны предполагаю и планирую в ближайшее время представить свою программу развития Чувашской республики, которая прежде всего основывается на предложениях жителей Чувашии. То есть я рассчитываю сделать 26 таких вот муниципальных разрезов по количеству муниципальных образований программы с тем, чтобы учесть предложения каждого муниципального образования. Напомним, выдвиженцы должны сдать документы на регистрацию до 18 часов 24 июля. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. В Министерстве обороны страны всего 87 высших учебных заведений военной направленности. Туда планируют поступать и выпускники из нашей республики. Как проходят экзамены у будущих военных, расскажет моя коллега Юлия Важенина. Спринт на 100 метров, бег на 3 километра и подтягивания. Так выглядят испытания абитуриентов по физподготовке. Каждая из них выкладывается по полной. Военные вузы берут физически сильных. Абитуриенты уже прошли медкомиссию. Теперь у них всего два дня, чтобы показать, на что они способны. Конкурс вуза Минобороны страны большой. Так в Краснодарском высшем военном училище на одно место претендуют три человека. Николай Мазяков в числе кандидатов. Прошли испытания замечательно. На мой взгляд, я справился хорошо. Решил стать военным, потому что люди военные – это мужественные люди, решительные люди, люди, знающие свой долг. В этом году абитуриенты не поехали на контрольные испытания в вузы страны, как это было каждый год. Экзаменаторы сами приехали в регионы. Такое в практике впервые. В нашей республике абитуриентов тестируют представители Михайловской военной артиллерийской академии. Туда ежегодно поступают молодые люди ищу ваши. Благодаря высокому уровню патриотического воспитания в республике, также военно-профессиональной ориентации, которая здесь проводится, большой процент выпускников изъявили желание поступать в вузы. Это порядка 250 человек в этом году, что очень радует. Александр Николаев закончил среднюю школу в Канаше. Сейчас планирует поступать в военную медицинскую академию Санкт-Петербурга. Мне очень понравилась отрасль медицины и с тем положением, которое сейчас происходит в стране. Я считаю, что я должен помогать людям и лечить их от всяких болезней, потому что мне это нравится. Испытания будущих военных проходят в два этапа. Пока одна группа демонстрирует свою физическую форму, вторая проходит профтестирование. Определяются знания в области математики, русского языка, логичности мышления. Также тесты есть на пространственное восприятие. Что касается личности, то есть определенные, есть ли направленность к девиантному поведению. Насколько абитуриент мотивирован на дальнейшую службу вооруженных сил Российской Федерации. Итоги испытаний отправляются в сами вузы и уже там идет обработка работ. Приемная комиссия на местах принимает решение, зачислен кандидат или нет. Результаты экзаменов станут известны 10 августа. А уже с 15-го для будущих военных начнется общевойсковая подготовка. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Единый государственный экзамен на самую высокую оценку. 30 выпускников школ Чувашии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это ученики общеобразовательных учреждений Чебоксар, Новочебоксарска, АллатРа, Шумерли, Вурнарского, Комсомольского, Порецкого и других районов. Всего в Республике ЕГЭ по русскому сдавали почти 5000 человек. Треть набрали более 80 баллов. Лишь шестеро не преодолели минимальный порог, сообщает Минобор региона. Напомним, 100-бальные результаты также показали 8 человек по информатике и 1 по географии. Многодетные семьи Республики получат по 5000 рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Отметим, что в Чувашии более 14 тысяч многодетных семей, из которых 11700 имеют низкий доход. В них воспитываются около 25 тысяч детей. Эти семьи могут рассчитывать на эту единовременную выплату. Мы все с вами понимаем, сколько стоит расходов семьи, чтобы собрать одного ребенка в школу. В многодетных семьях, конечно же, эти расходы кратно увеличиваются. В Реуглавой Республики Олегом Алексеевичем Николаевым принято решение об оказании единовременной помощи многодетным, нуждающимся семьям. На эти цели будет выделено порядка 130 миллионов рублей. На трудом Чувашии ведется разработка нормативных актов, программных продуктов для того, чтобы наши многодетные семьи смогли обратиться за этой выплатой в период после 10 августа и до 1 октября текущего года. Новый спортивный объект появится в селе Яльчики. На его строительство из республиканского бюджета выделено более 30 миллионов рублей. И почти 2 миллиона добавят из местного. Это будет стадион-площадка с искусственным покрытием для всестороннего спортивного развития. Ребята смогут играть в футбол и хоккей. Здесь оборудуют сектор для прыжков в длину. Для поклонников бега готовится круговая дорожка с четырьмя полосами на дистанцию 400 метров. Баскетбольные и волейбольные площадки уже готовы. Вот они, две площадки стоят. А, удовольствие, волейбольные площадки. Здесь вплотную показать будет расширение хоккейной коробки и вот сам стадион. А, в контакте выглядели? Вот на этом у нас все. После демонтажа старых конструкций и завершения подготовительных работ начнут обустройство хоккейной коробки и футбольного поля. А пока идут работы по выравниванию территории. Параллельно завозят стройматериал – железобетон и песок. Работы, как заверил подрядчик, они планируют завершить до начала учебного года. Кроме того, на встрече с Вриогово-Чуваши обсудили возможность строительства в райцентре ледового центра, который особенно ждет местная хоккейная команда «Яльчики». Она представила нашу республику весной этого года на соревнованиях в Башкирии. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика. Это главные новости четверга. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин